Здравствуйте дорогие друзья в этом видео я вам покажу как изготовить ловушку для оливковой мухи это видео необходимо посмотреть всем тем у кого на дачах на участках есть оливковые деревья берем обыкновенную бутылку из-под воды удаляем этикетку надо сделать несколько отверстий я использую старую отвертку которую заточил как конус что-то вроде шила нагрел на газовой плите 1 2 5 и 6 диаметр отверстия примерно 6 миллиметров можно использовать паяльник или же старый гвоздь кому как удобно теперь пространство вокруг отверстий надо покрасить желтый цвет я использую такую краску аэрозоль как ее называют фиспыс у нас желтый цвет сам процесс покраски показывать не буду думаю то вы все умеете бутылка должна быть вот примерно вот таким образом покрашена далее в крышке с помощью горячего паяльника с острым жалом прожигаем два отверстия 1 2 ножом я срезаю вот здесь бывает такой наплыв он нам не нужен чистенькая хорошая крышка с двумя дырками берем проволоку жесткую такую плотненькую у меня вот кусок медный остался отрезаем сантиметров примерно 6 5 вот такой кусочек нормально сгибаем его пополам просовываем сквозь это отверстие здесь вставляем отвертку или что-нибудь такое гвоздь и закручиваем его с внутренней стороны проволоку несколько раз сделали нормально лишнее можно можно ответить можно оставить получается крышка с такой петлей одеваем ее на бутылку сама конструкция бутылки ловушки уже готова в дальнейшем можно будет на сквозь эту петлю просунуть какую-нибудь там тесенку проволоку веревочку что вам удобно и потом ее уже подвешивать там где нам это нужно будет и когда нужно будет теперь приманка два варианта вам покажу первая обычная фасоль самая такая дешевая что-нибудь семейство бобовых фасоль можно горох берем немного насыпаем в бутылку примерно вот до этой отметки потому что две три ложки фасоли и заливаем обычной водой примерно на сантиметр ниже уровня наших отверстий закрываем крышку и наша значит ловушка готова с приманкой первого варианта принцип действия в лобе эти фасоль набухнет начнет бродить разлагаться желтый цвет привлекает муху она подлетит сядет на желтую поверхность почувствует запах этих ферментов которые будут выделяться фасолью залезет вовнутрь и там и оставим крышка второй вариант с наживкой приманкой используем кирку просовываем 4 рыбки 3-4 рыбины в бутылку добавляем немного обычного самого дешевого средства для мойки посуды вот буквально вот там 3-4 капли может 5 так чтобы составе этого моющего средства был аммиак но на этой бутылке я не нашел состава к сожалению этого моющего средства поэтому я еще добавляю отдельно добавляю вот аммиак на шатерный спирт подается в аптеках добавляю немного просто одну капельку буквально другую самого этого аммиака раз пускай будет два все после чего просто добавляю обычную воду принцип действия тот же самый через пару дней это все начнет там бродить разлагаться и выделять ферменты которые привлекают эту муху она будет залезать внутрь бутылки и там погибнет к слову сказать можно использовать не только бутылки но вот такие наверное банки пластмассовые которых продаются крупа в принципе тот же отверстие желтый цвет отверстия с петлей потом в крышке даже может они будут более удобные потому что широкое горло легче будет заправить ее наживкой легче излечь уже дохлых там уже мух пару слов откуда я это все знаю почему я это вам решил показать дело то что прошлом году у меня на даче полностью пропал урожай оливок я вот снимал видео вот она на экране видите это видео с на канале ссылочку я оставлю в описании можете посмотреть вот в каком виде были мои оливки но я стал эту проблему изучать почитал в интернете много материала нашел несколько видео правда все они на итальянском языке но это значение не имеет вот вариант человек предлагает значит фасолью делать здесь по-другому изготавливает ловушку но в принципе это не важно много всяких вариантов я оставлю ссылочку в описании сами можете посмотреть убедиться как вам удобнее можете действовать вот он засыпает горох или лоб я не знаю там ничего не вижу все то же самое и вот вариант мужик предлагает сделать этот с рыбкой правда он здесь использовал сардину и акцентировал внимание что надо именно сардину использовать но сардину я не нашел поэтому я использовал кильку то есть все эти ссылки на эти вот видео я оставлю в описании и на свои видео и на вот эти два и на другие там может быть будет так что можете посмотреть убедиться в этом сами хочу сказать что очень очень опасно эта муха вот она видео есть тоже с ней очень опасно это муха раньше у нас не было ее на обшироне откуда она взялась непонятно и методы борьбы с ней очень сложно и это проблема глобального масштаба думаю в рамках всей страны но по крайней мере на своем участке я могу с ней бороться буду пытаться вот делать эти ловушки у меня значит 7 деревьев на даче на каждую планирую установить не менее пяти ловушек поэтому нужно может даже больше поэтому мне нужно будет как-то в минимум около 40 бутылок сегодня у нас 16 февраля время до вас еще раз еще есть будем оставить ловушки где-нибудь наверное весной в апреле мае я это еще пока не знаю об этом когда я это сделаю я вам покажу как я их всех установлю будет отдельные видео дополнительно но пока вот еще есть пару месяцев до этого момента и нужно просто вам накопить эти бутылки в зависимости от сколько там у вас деревьев и подготовить потому что все это занимает время чтоб не получилось так что вот уже весна уже пора пора уже начать собирать устанавливать оливки эти ловушки а у вас у вас нету бутылок нету вот какой у меня был урожай раньше видите какой какие были оливки эти видео семнадцатого года тоже есть на канале я оставлю ссылку на плейлист у меня весь плейлист называется масляные оливки я оставлю плейлист там все мои видео там их 9 9 видео все которые посвящены моим оливкам даже я вот готовил их жарил их на сковороде с помощью с помидорами с этими специями очень вкусно получается все эти ссылки на этот плейлист будут в описании пожалуйста посмотрите но главное главное прошу вас отнестись к этому серьезно у кого есть оливковые деревья на даче обязательно обязательно уберите весь мусор сожгите все листья всю листву все эти опавшие плоды это пока еще время для этого есть в этом видео тоже объясняю что это надо делать вот все это есть это первое первое действие сейчас надо еще есть время пока но второе действие собирайте готовьте эти накопите бутылки банки и изготавливайте ловушки чтобы где-то к началу середину апреля у вас все было уже в наличии спасибо за внимание сегодня у нас 16 февраля 21 год меня зовут николай скеров все будет хорошо главное работать работать сейчас работать все пока спасибо